Накануне президент подписал указ о демобилизации военнослужащих, которые были призваны еще год назад. В Харьковской области в рамках шестой волны мобилизации было призвано около 1800 служащих. Часть из них подпишет контракт, остальные поедут домой. Виталий один из тех, кто воевал на Донбассе в составе 92-й бригады, а после возвращения в Харьков решил подписать контракт с ВСУ. Демобилизовался, сейчас побыл немножко дома. И как бы иду заново теперь уже служить на контракте. То есть как бы не ожидаю новой мобилизации. И плюс ко всему я иду в учебный центр. Ну как бы оттуда отношения и служить, ну как. Буду инструктором по вождению легкой бронетехники. Другие потенциальные контрактники говорят, что идут в армию, чтобы защищать родину. Тем более, что нынешняя зарплата и армейский соцпакет неплохо мотивируют. Многие из них имеют гражданские специальности, а некоторые даже не служили срочную службу. Но встать в ряды вооруженных сил готовы. Хочу защищать государство наше. И почетно служить в вооруженных силах Украины. Как бы защищать родину, когда давал присягу. Как бы это престижно. И плюс получить какую-то новую профессию для этого. Ну и первым пунктом это обязательно защищать родину от врагов. Вместе с этим в интернете распространяется информация о новой седьмой волне мобилизации. Из-за нехватки контрактников. Об этом якобы заявил спикер Минобороны. В генштабе эту информацию опровергли, как и в военном комиссариате Харьковской области. Седьмая частичная мобилизация или полная мобилизация, она возможна в том случае, если будет серьезное ухудшение ситуации на востоке Украины. В этом случае будет проведена седьмая частичная мобилизация. На сегодняшний момент комплектование вооруженных сил Украины военнослужащими по контракту идет планомерно. Колгушкин добавляет, что сейчас служба по контракту проходит больше двух тысяч харьковчан. Ожидается поступление новых служащих. Кроме того, солдаты-срочники помогут разгрузить регулярные воинские части и дать возможность контрактникам выполнять боевые задачи. Поэтому, говорит военком, причин для объявления седьмой мобилизационной волны пока нет. Артур Рязанов, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова